МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перед Петровым днём на Волжских пароходах бывает великая сутолка. Трудовой люд огромными артелями и в одиночку из приволжских и внутренних губерний плывёт на заработки. Именно в такое время плыл и я из царства Казанского в царство Астраханское. И на одном из волжских пароходов услыхал старинную сказку про девьи горы, которую и хочу теперь рассказать вам. Ах, и куда мне, братцы, печаль горюшко нести? Пойду с горя в тёмные леса, в темные леса, в чистые поля. В чистых полях растёт трава, и цветут цветы лазоревы. Там цветут, братцы, цветы лазоревы. На корме словно торжественное заседание. Народу сбилось, не продерёшься. Что такое? Оказалось, спорят об Антихристе. С трудом пробираюсь вперёд и вижу, сидит на свёрнутом канате старик апостольского вида с кожаной сумкой за спиной и с узорным посохом в руке. И спорят с какой-то чуйкой. Чуйка утверждает, что Антихрист никто иной, как Вильгельм, император германский. Старик апостольского вида сердится на неё и говорит, ничего ты в этом не смыслишь. Антихрист однажды уже был рождён, но его ещё во чреве прикончили. И во второй раз его тоже узнают и убьют. А вот в третий раз придёт, тогда беда. Тихо спрашиваю соседа, что это за проповедник. Да кто его знает? С черемшанских скитов, видать, про них говорил что-то. Старик рассказывает об Антихристе так убеждённо, как будто перед ним раскрыты все тайны мира. Всех слушателей покорил старик своей убеждённостью. Только чуйка упирается и острит. Тебе, старик, лучше знать. Ты, видно, сам знаком с ним, с Антихристом. Но в толпе её шутки сочувствия не находят. Все собравшиеся покорены серьёзностью старика. Старик строго грозит чуйке пальцем и говорит, в нас самих Антихрист рождается. Злые мы. Вот и переуготовляем ему пути для рождения. Ты-то, вон, молод, а на язык лют. Может, в тебе и родится он. Позвольте вам заметить, спросил кто-то, а когда же был впервые рождён Антихрист? И от кого? В священных книгах говорится, что блудница родит его. Старик посмотрел на спрашивающего и повёл рукой на Волгу. Вот в этих горах и был когда-то впервые рождён Антихрист. Поганые то горы. Расскажу я вам всё. Слушайте. Все слушатели с любопытством и страхом возрелись на высокую гряду диких гор, ровными скосами круто ниспадающих к реке. Серые, мрачные, голые, без всякой растительности, склоны этих гор всем казались зловещими, таящими в себе великое зло мира. В толпе послышался вздох. Бобёнка, стоявшая со скрещенными под грудями руками, прошептала. О, Господи, прости нам окаянным. И лишь чуйка осталась бесчувственной. А ну вас, с этими глупостями, неохота и слушать, произнесла чуйка и стала пробираться через густую стену слушателей. Заметив меня, чуйка почувствовала почему-то солидарность во взглядах и мимоходом, пролезая мимо, заметила невежество. Он врёт, а они уши развесили. Сходить чайку и спить, оно полезнее. Проклятые от Господа в горы сии. Никакой злак на них произрасти не может. По одному слову Господню некогда засохла смоковница, под которой пророк Елисей укрывался от зноя пустынного. Так и тут. А когда-то на этих горах рос вековечный лес дубовый. Семером не могли один дуб обхватить. Давным-давно вот на этих самых горах проживала девья племя. Не нашей веры, но красивые были те девы. Чёрные с лица только. Сильные, отважные. А на коне скакать и бегать умели так, что и не всякий мужик так сумеет. Отчаянные были головушки. Было при них разное оружие и доспехи. А как проживать им было не на что, так занимались они разбойничьим делом. Грабили проходящие мимо суда. И баржи. Мужчин, каких на своём пути встречали, казни придавали, голову снимали с них и кончено. Особливо была у них девка-атаман. Варварой звать. По летам моложе всех, но красы неописуемой. И вот выбрал сатана ту девку для промысла своего. Превратился в пустынника до такого благообразного, да красивого собой, что не в сказке сказать. Дал он всем общее благословение. А Варваре на особицу подозвал её, по белой щёчке погладил, и руку дал свою поцеловать. Такая, значит, религия. Вот и загорелась в Варваре то самое сатанинское пламя и в грудях её жжёт, и в утробе, как в бане на полке. А между прочим, на девьих горах всё своей чередой свершается. Тёплая летчика проходит, дел к осне близится. Опадает лист с дубов золотых, холодают ночки тёмные, неприветливые. Сидит атаман-девка на берегу реки и слезами горючими убивается. Почему она убивается? Почему слезами горючими заливается? А потому, что поняла беременность свою и боится, что с ней будет, когда у ней видимость обнаружит бабу в тягостях. Ещё по-другому, как созналась она миленькому в зачатии младенца, тот сразу остудился к ней. «Ну вот, и все вы такие же, как станы!» пискнула курносая бабёнка, отирая слёзы рукавом кофты. «О чём ты, дура, рвёшь? Ты чей мне её жалко?» «А ты не фырчи носом-то, иди прочь!» «Нашла, кого пожалеть!» Дура курносая! В этот момент святой праведник по-тайному наитью свыше к тем местам подходил. Вот он прямо в землянку сатанинскую и упёрся. Смотрит в окошко. Видит человек в странном одеянии, который то одеяние с себя снимал. А как снял он его, оказался мохнатым и при хвосте. Так и раскрылась перед праведником тайна страшная. Пребывание Антихристова подошёл тот праведник к Варваре, погладил её по низкосклонённой головушке и сказал «Как настанет ночка, выходи на берег Волжский, посажу я тебя в лодочку и увезу от лютой смерти, которую тебе твои соплеменницы приготовили». А как пришла ночка тёмная, подплыл он на лодочке к бережку, привязал её кустиком, да и стал ждать, поджидать, Варварушку окликать. «Варварушка, ты моя разлапушка, поди ко мне в лодочку и поплывём мы с тобой, куда глаза глядят». И вот тут-то вразумил его Господь пожертвовать жизнью своей за рот людской. Взял он топор, размахнул с тем топором и ударил по дну лодочки. Хлынула в лодку вода, разверзлась Волга и поглотила всех и праведника, и Варвару, и антихристова дитя в Варварином чреве. «Чай, этот праведник теперь во святых числится?» спросил кто-то в толпе. «У Господа Бога числится, а нам людям даже им его неизвестно», строго ответил старик. И все стихли, отчётливо заработали лица проходных колёс, послышались вздохи и шёпоты. «А ведь ты, старик, наврал всё это!» Певуче прозвучал чей-то голос сверху. Все подняли головы и увидели на верхней палубе батюшку в соломенной шляпе. «А коли я плохо соврал, ответил старик, так вы, батюшка, соврите лучше меня!» Все засмеялись. Батюшка стал доказывать, жестикулируя перед собой рукою. «Во-первых, в Писании сказано, что Антихрист родится от блудницы. В вашем рассказе его родила непорочная дева. Во-вторых, ну тут раздался свисток парохода, оповещавший о прибытии к городу. И спор сам собой заглох. Батюшка скрылся с палубы, а публика потянулась за стариком сказочником, чтобы по его указанию посмотреть на чудесные змиевы горы. Я тоже пошел на носовую часть трапа, чтобы посмотреть на эти чудные горы. может быть фантазия старика разбудила мою собственную, но при взгляде на эти горы мне стал явственно казаться профиль ужасного змия. Я нарву цветов, совью венок, милу другу на головушку носи, милый, да не снашивай, люби меня, да не сказывай. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров Корректор А.Егорова